Здравствуйте. Когда я учился в школе, мой папа мне объяснял, что самое главное качество чиновника, ну и политика тоже, это умение ждать. На эту тему существует масса пословиц, поговорок про труп врага, который будет медленно проплывать мимо тебя, если ты будешь правильно ждать, про семь раз отмерь, один отрежь, ну и так далее и тому подобное. Так вот, очень интересно посмотреть на нынешнюю ситуацию в мире с точки зрения этого фактора и анализ делать чисто экономически. Но я попробую сейчас объяснить. Дело в том, что очень часто тот, кто взрывает ситуацию, тот проигрывает. Германия начала две мировых войны, и первую, и вторую, и в обеих она проиграла. Очень часто выигрывает тот, кто вступает в схватку последним, как, например, Соединенные Штаты Америки. И в этом смысле тот, у кого есть ресурс, ну, грубо говоря, не бросаться, очертя голову, а чуть-чуть подождать, тот выигрывает. Так вот, возвращаясь к основной теме, я не буду сейчас говорить о том, почему те или иные силы, которые имеются в мире, образовались. Я сейчас буду говорить о другом. Кто взорвет мир? Вот если вы посмотрите на всех участников, то вы увидите, что есть два участника, которые заинтересованы в том, чтобы ситуацию максимальным образом тянуть. Это Соединенные Штаты Америки и Китай. Просто потому, что начало обвала лишает их большей части тех ресурсов, которые у них есть. А есть участник, который может тянуть довольно долго, это Россия. А есть участник, который очень хочет войти в игру, но у него совсем нет ресурса. Это Великобритания. Ну, по моему мнению, там буквально полтора-два года тому назад произошла смена властвующих элитных группировок. Факт состоит в том, что Англия ждать не может. Ей для того, чтобы она стала полноценным игроком, нужна валютная зона. То есть территория полностью ею контролируемая и ресурсы, с которой, собственно, и будут обеспечивать возможности игры. Так вот сегодня у нее такой территории нет. Абсолютно очевидно, что она играет и пытается взять себе исламский мир. Абсолютно понятно, что у нее было несколько обломов. Первый с приходом Трампа, второй с приходом Макрона. Не то чтобы... Но совсем не получилось. Но в случае с Трампом, скорее всего. Потому что логика была, что придет Клинтон и под ликвидацию Израиля Лондон объединит под собой арабский мир. В ситуации с Макроном была идея, что он расколет Евросоюз. И так не получилось, и так не получилось. И сегодня понятно, что если Россия может ждать еще, по крайней мере, вот три года до выбора 24-го, если Соединенные Штаты Америки и Китай прилагают учетонические усилия, чтобы оттянуть кризис, то в Великобритании чем быстрее, тем лучше. Потому что чем быстрее произойдет кризис, тем больше у нее останется ресурсов на то, чтобы сформировать в рамках этого хаоса свою полноценную зону. Повторяю еще раз, это голая экономика. Что для этого нужно сделать? Поскольку нет времени, сложные механизмы применять нельзя. Применять надо механизмы простые. Нужно взрывать. Первая попытка взрыва – это Кавказ. Мы видим, Путин взрыв остановил. Кстати, поддержала его Западная Европа Евросоюз. У Евросоюза ситуация очень простая. Он не игрок, но просто если этот взрыв произойдет, его вообще не будет. По этой причине те лица, которые связаны именно с евросоюзовскими элитами, кровно заинтересованы в том, чтобы ничего не происходило. То есть пока ничего не происходит, они сидят у власти. А вот как только так, то все, катастрофа. Мы видим, что сегодня нарастает напряженность еще в некоторых местах. Мы видим очень активную политику Великобритании по созданию коридора Турция-Польша через Одессу. Мы видим продолжение активности на Кавказе. Мы видим продолжение активности в Западной Европе, где почти наверняка именно британские эмиссары максимальным образом накручивают активность агрессивных мусульманских ячеек. Мы видим, как Британия через Турцию работает даже на российском Дальнем Востоке. Так вот, Великобритании позарез нужно взорвать ситуацию. Получится или не получится, это опрос сложный, поскольку он явно выходит за пределы экономического анализа. Но сегодня можно смело и с уверенностью сказать, если взрыв произойдет в этом году, то его готовят именно в Лондоне. Потому что всем остальным это крайне невыгодно. Ну и, соответственно, тот, кто хочет этот взрыв предотвратить, тот должен прежде всего думать о том, как нейтрализовать Лондон. Если этого не сделать, то, соответственно, нас ждут всех довольно большие неприятности. Это не значит, что Россия в этих неприятностях проиграет. Она может и выиграть. Но это уже концептуальный анализ. Но взрыв, если он произойдет в ближайшее время, то он будет делом рук Лондона. И к этому Лондон вынуждает абсолютно объективные экономические проблемы. Спасибо. До свидания.